Наталья Тарасенко. Люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. На улице все замело белым снегом. Дороги освещены рождественскими украшениями. На площадях Деды Морозы и Снегурочки развлекают детей и дарят им подарки. А он стоит один у входа в метро. Сутулый старик с палочкой в руках, на которую едва опирается. Ветхая одежда, шапка-ушанка и одноразовый стаканчик в руках. В тот миг, когда чье-то сердце откликнется на его немой крик о помощи, в стаканчике зазвенит мелочь, и он благодарно посмотрит прямо в глаза неравнодушному прохожему. «Сегодня голодным не останусь», — подумает он. А ведь и раньше так не было. Но теперь прежняя жизнь лишь в его воспоминаниях. Старик часто вспоминает свое счастливое детство. Он был третьим ребенком в семье. Старшие сестры-близняшки уже готовились к свадьбам, когда он появился на свет. Поэтому все внимание родителей принадлежало всецело только ему. Любимый, единственный сын и младший брат. Отец в нем души не чаял. Наконец-то, наследник. Теперь есть кому передать семейный бизнес. Есть помощник в недалекой старости. — Эй, старик, отойди в сторону. Развелось тут нищих, как муравьев. Вернул его к реальности голос толстой женщины. Он молча сделал шаг в сторону, а женщина отчаянно старалась затащить огромные сумки в узкие двери входа в метро. — Может, вам помочь? — робко спросил он. — Что? — Не трогай мои вещи своими вонючими руками. Пошел вон! — словно гром закричала женщина. Старик отошел в сторону. А еще совсем недавно никто не называл его вонючим. Еще недавно он не был стариком. Ему ведь всего сорок пять. За его спиной огромный бизнес, сотни подчиненных. И снова воспоминания наполнили его мысли. Вот он едет на своей машине, насыщенно вишневого цвета. Как долго он ее выбирал! Сколько денег заплатил! Да, он горд тем, что владеет ею. На дорогах пробки. Но он не переживает. Ему уступают дорогу. Его машину узнают издали и начинают шептаться прохожие, неловко показывая пальцем в его сторону или просто бросают завистливые взгляды. — С праздником! С Рождеством Христовым! Неожиданные крики молодых счастливых парней снова прервали поток воспоминаний. — Сегодня Рождество! — подумал старик. Его глаза стали мокрыми и заблестели под тусклым светом уличного фонаря. Он едва сдерживал слезы. В мыслях встал образ матери, новогодняя елка, рождественский ужин. Отец с Библией в руках. Он всегда читал историю рождения Христа. И в конце мать говорила, нет ничего дороже, чем подарок Христа. А потом вздыхала так таинственно, но так естественно. Она была влюблена в Христа, как девушка, которая готовится к свадьбе и ждет жениха. Как много говорила она о нем. — Сынок, никогда не забывай Бога, никогда не поворачивайся к нему спиной. Звучали слова в голове старика. Никогда. — Мам, я и сам все могу. Что я? Глупее остальных. Я же не лентяй и не бездарь. Огрызался он в ответ. А сейчас так стыдно было за эти слова. Мать умерла три года назад. В конце жизни она сказала, — Сынок, я всегда молилась о тебе, и Бог отвечал мне. Он берег тебя, твой бизнес. Теперь ты должен делать это сам. Но его гордость и самоуверенность была больше этих слов. Вот тогда все и началось. За один год разрушилось все. Он лишился бизнеса, потерял авторитет, начал пить. Люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. Он стоит один у входа в метро. Сутулый старик с палочкой в руках, на которую он едва опирается. Ветхая одежда, шапка-ушанка и одноразовый стаканчик в руках. — Господи, прости! — это все, что он шептал в тот день. — Дедушка! С Рождеством вас! Вдруг сквозь городской шум услышал он нежный голос. — Спасибо, доченька! — ответил он молодой девушке, стоящей перед ним. — И тебя с праздником! — Я хотела сказать, что Бог любит вас, и угостить вас пловом. Она робко протянула старику аккуратно закрытую, еще теплую посуду с пловом. — Спасибо! Но вряд ли Бог все еще любит меня! Старик отвернулся, едва сдерживая слезы. — Конечно, любит! Ведь он родился для вас и умер за вас на кресте. — Настойчиво ответила девушка. — Он может простить вас и все изменить. Не бойтесь попросить его об этом. Старик посмотрел на девушку. Его лицо было залито слезами раскаяния. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...